13 глава, 16 стих. И когда говорил он это, все протеющиеся ему стыдились. И весь народ радовался о всех славных делах ему. То, что впереди я сейчас говорил в проповеди, это еще один стих повторяется. Протеющиеся ему стыдились. Поэтому сравнивать сегодняшних людей с тогдашними не всегда дается. Они не стыдятся. Злословие истинно. Вообще, как будто стыда никакого нет. Слово стыдились может быть там, где душа еще живая. Сегодня с бесстыдством позорят друг друга. Не признают священство, родителей, нравственность. Книга Бытие 2.25. И были у Абанаги Адама, жена его. И не стыдились. Это время. То есть, безгрешность удаляет обычные мерки стыдливости. Как будет в раю, мы не знаем. Но написано, что люди будут одеты в одежду праведности. Будут какие-то венцы на них, которые люди будут слагать. Слагать к ногам искупившего их Абрица. Слагать венцы означает победу. Приписывайте себе. Я не пьяница. Не потому, что у меня крепкая воля. Хотя все признают, что у меня крепкая сила воли. А потому, что Христос. Павел говорит, не я, но благодать, которая во мне. Благодать. А где-то же говорит и Петр Апостол, что не своей силой это достигли. Не сам он признал его за Сына Божия. А свыше Отец Небесный открыл. 4 Сарс 19, 26. И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава в поле и нежная зелень, как порос на кровлях, а опаленный хлеб прежде, ежели выколосится. Я немного хотел объяснить со словом слове «стыд». Когда говорится о человеке «бессовестный», «бестыжий», это грозное обвинение. Этими словами просто так не надо разбрасываться. Безбожий всегда бесстыжий. Всегда. Потому что совесть по-разному объясняется. Я сделал такое изречение для себя. Совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. И кому я не предлагал, все соглашались. Прямо богослово настоящее. Действительно так. Не душа, но участок души, который может быть сожженный. Есть лицемеры сожженные в совести своей. В послании Ездра пишет так, 8.22. «Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадника для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, и на всех оставляющих его могущество его и гнев его». Вы слышали о том, какое несчастье случилось в Краснодарском крае, в Азовском море, шестеро детей утонули и воспитатели. Указание премьера и президента – проверка всех тагерей. Указание краевым областным прокуратурам и губернаторам. То есть на самом высшем уровне. Так что проверка вполне может быть у нас. И они нас спрашивают, были корреспонденты из милицейской газеты, «А кто вас тут охраняет все? Господь?» Ответ один должен быть. Как сказал Ездра. Мы же сказали, Бог охраняет, и поэтому попросите охрану на пути, а дорогой-то нападают бандиты, там выходят киллеры разные. А люди говорят, а чего же вы на Бога-то не надеялись? Когда я увожу детей, мне предлагает милиция две сопроводительные машины. Одна спереди, другая сзади. По инструкции так положено. Я ни разу еще не взял, я говорю, нас Господь сохранит. И сохраняет. А недавно везли и погибло несколько человек детей с охраной, с милицейской, и грузовик врезался, и погибла одна из сопровождавших. Самая крепкая охрана – это Господь. Когда на Бога надеемся, то выше этого ничего нет. Почему Ян Златоуз говорит, у каждой женщины охрана ее мужа. Но это очень ненадежно. А у одинокой вдовицы, девицы, охрана Бога. Она полностью поручает себя Богу. Поэтому замуж идя, ты охрану свою не улучшишь, а ухудшишь еще. Ты доверься, говорит, Богу целиком. Мы здесь ограждены, потому что все освящено, водосвятие было, покропили, в лагере освящен лагерь. Вокруг каждую ночь наши ходят, считают, до воскресняет Бог. Но 38 лет – это не два дня. И у нас в Патришнике это все наружу там остается. Можно было всякие пакости сделать. Но Бог, дивный наш, Иевова, хранит нас. Сын Его, Иисус Христос, защищает нас. Дух Святой обречает людей, что нельзя трогать нас. Иов 19.3. Вот уже раз десять вы срамили меня, и не стыдитесь стеснить меня. Казалось бы, слово «стыд» должно остаться светко-заветным человеком. А вот не так. Только в псалмах Давид о стыде 23 раза упоминает. Они бесстыдные, клевещут, окружают. Евшие со мной хлеб поднимают на меня пяту. Это бесстыжие люди. Они здесь родились. Обратились через проповедь. И они же поносят. Это претерпел Златоуст, Христос, апостолы. И это естественно. Это наши врачи, говорит Иоанн Златоуст. Они помогают нам достичь Сарства Небесного. Они от ненужного враги-поносителя освобождают нас. У них роль такая, на них выпало. Быть таким сосудом. Ибо помним, можем есть сосуды в низком и высоком употреблении. Поэтому не обижаться на них. А плакать и молиться. И Златоуст говорит в первую очередь о них. Даже раньше, чем обо всех остальных. В Новом Завете уже не казалось, что слово «стыд» вообще-то среди неверующих должно быть. Нет, не так. Тридцать один раз упоминает Дух Святой о стыде. Поселите этот стыд в детях. Он нужен всем. Но максимально усилить его в детях. И особенно в девочках. Они этого не знают сегодня. Они могут рассказывать непотребные анекдоты. Они многое знают. Поселите в них стыд. В Греции был такой обычай, что отцы с мальчиками в бане не мылись. Вот какой стыд был. А сегодня ничего этого не понимают. Мать, никогда не раздевайся при детях. Я не говорю про мальчиков при девочке. Чтобы они тело твоего не видели, как говорит Макрина, святая. Притча 3, 7, 13. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила его. А сегодня на каждом шагу это. Марк 8, 38. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде себе прелюбодейным и грешным, того постыдится сын человеческий, когда при славе отца своего со святыми ангелами, есть тот стыд и страх святой, который спасает. И есть стыд и страх, который сеть ставит и губит человека». 1 Петра 4, 16. Я эти слова особенно усиливаю, потому что сегодня день Петра и Павла. Что Петр говорит? «А если ты страдаешь как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». «Да вот если я буду в платке, да меня с работы выгонят, да если все в брюках, а я в юбке буду, это стыдится». «Не стыдись!» «Это ложный стыд!» «Не стыдись!» «Я прошу в храм на высоких каблуках не приходите, не портите ноги свои». «Если ноги вообще портятся, показывает, как кости изгибаются, тем более в храме». «Не надо этого делать!» «Обувь должна быть так же, как конфигурация твоей подошвы». «Взъем, ступать, быстро шагать». «Это не благовестники!» «Мы иногда лицемерно одобряем то, что хвалит мир!» «Уничтожьте все платья с разрезами!» «Я вам говорил, откуда идут эти моды!» «Устыдитесь этого! Просто устыдитесь!» «Куда бы ты ни пошла, ты же должна помолиться-то!» «Должна!» «Одной девице тоже хотелось пойти, а можно пойти на танцы, но тогда другого не было!» «Это не православный!» Ее присвятил паспорт, ей говорит, «Сестра, ты знаешь, что надо молиться?» «Помолись, пригласи с собой сестра, Бога, Христа, да и иди!» «Раз по-другому не можешь-то!» «Она стала на молитву, помолилась, а разве Христос пойдет со мной туда?» «И все кончилось на этом!» «Лекарство-то очень простое!» «Ну, Господу угодно, чтобы мы от мира это все брали!» «Атамир придумал, ничего более смешного, вредного нет, как высокие каблуки!» «Надо просто усыдиться!» «Бог дал нам ногу!» «И ходить на благовестие!» «Риммам 6, 21!» «Какой же плод вы имели тогда?» «Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерти!» «Рыжая свою жизнь, не надо смаковать!» «А вот я там был, я пил!» «Стыдно говорить о том, что мы делали!» «Я один иду, вспомни, что было!» «Никого нигде нет!» «Застонет душа, и я слышу, из груди стон смертный нарывается, и головой закрутишь!» «Ох!» «Боже, от чего ты отвел?» «Да где бы я был?» «Да нигде не был, давно умер бы!» «Умер в грехе, как мои все товарищи со школьники!» «И Петр нам сегодня напоминает!» «О добром стыде!» Павел напоминает 1 Коринфянам 1.6 «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется!» «А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается!» «Я видел неоднократно, как причащаются в храмах без платков!» «В священниках разве это не видят?» «Накрашенные!» «Я это видел за рубежом!» «Я видел у самого строгого архиерея, который посещал накрашенную бабушку лет 75!» «И голова какой-то тюлью накрыта!» «Я потом спросил, владыка, как же могли?» «То есть ей льгота особая дается!» «Да если матушка вдова, она должна быть примером, как ангел!» «И нам есть на кого посмотреть!» «Кто молится за 80 лет и ни разу не садится!» «Устыдитесь остальные!» «Живые примеры перед вашими глазами здесь, в нашем храме!» 1 Коринфянам 15.34 «Отрезвитесь, как должно, и не грешите!» «К стыду вашему скажу!» «Некоторые из вас не знают Бога!» «Это он говорил не кому-то, а тем, которые верующие в храме!» «Ну, не писал же он послание в нейронов дворец!» «Некоторые не знают!» «К стыду, говорю!» «Неужели вам это не стыдно?» «Все это одеяние тяне!» «Одевайтесь, как приличный жне!» «Пустые разговоры не ведите!» «Ну, придите в гости сегодня друг к другу!» «Сегодня рабочий день!» «Ну, все-таки, сходите!» «И скажите, вот апостол Павел пришел, чтобы он дал, давай Павла Петра почитаем, давай Павла, немножко по главе, этот день будет выделяться из других дней, а потом это все войдет в обычай, а дети передадут своим детям!» «Потому что евреям было сказано, когда сидишь за столом, детям возвещают дивные дела Божьи, а они, в свою очередь, своим детям!» «Ну, если вы от телевизора не отходите, храм пропускаете, дети уже такие же будут!» «Они другими не могут быть!» 1 Коринфянам Дальше Интитут 11 «Каковым должно заграждать уста, они развращают целой дамы, учащему не должно, из постыдной горости!» «Бесстыдно сегодня в церкви назначаем плату за крещение, за венчание!» «Это самая настоящая симония», — говорил Патриарх Алексей II «Это согласно канонам-то!» «Бог милует нас, у нас все делается бесплатно!» «Одна святая десятина, больше ничего не должно быть!» «И когда считаем мы в Евангелии о том, что противящиеся ему стыдились, ему значит Слово Божие!» «То, что я прочитал, это Библия святая!» «Если ты будешь противиться, это бесстыдство!» «Вы за столом, когда сидите дома, примите наше обычное лагерное!» «Серахов говорит, не облокачивайся, стыдись облокачивания на стол!» «Это бесстыдство, на стол облокачивайся и склоняйся!» «К еде не склоняйся!» «Ешь как должно, Василий говорит, всякое животное, скот, наклоняется к пище!» «А человек подносит к себе все!» «Прочитал один раз и другим скажу, Господи, мы не таковые, мы услышали Слово Твое и устыдились!» «Помоги нам исправиться!» «Аминь»